Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и сегодня я прохожу новую историю Horizon под названием спецвыпуск Top Gear. Проходить я её буду, как и тогда, на три звезды, но и заодно попробую побить пару новых рекордов. Саму историю можно найти неподалёку от водохранилища Дэруэнд, но включает она в себя всего 7 глав. История нам рассказывает о похождении двух героев Top Gear, ведущего Криса Харриса и того самого Стига. Ну что, начнём? Первая глава называется «Добро пожаловать на фестиваль». В этом году фестиваль Horizon проходит в Великобритании, и ведущий Top Gear Крис Харрис и Стиг решили лично узнать, что в нём такого особенного. Уложиться на три звезды мне нужно в минуту и 40 секунд, а первое место среди моих друзей занимает, как ни странно, Пончик 554, с результатом в минуту 31. Что ж, попробуем побить твой рекорд, Пончик. В этом выпуске Стиг оседлает неожиданно шуструю сельхозтехнику, я закажу такси, а закончим игру, чем весьма популярным среди наших поклонников. Прикольно. Эта история встречает нас с... роликом? О, Стиг. Меня зовут Крис Харрис, и это специальный выпуск Top Gear Horizon. Ах да, Стиг. Мы называем его Стиг НЛО, потому что он неудержимо лихой объект, самый непослушный водитель на свете. Так, мне нужно уложиться в минуту 40. Поэтому на вашу болтовню я, внимание, постараюсь не обращать. А, мне нужно еще и держать скорость? 144 км в час. Окей, я понял. Блин, это же тот самый Стиг. Ха-ха. Когда-то я смотрел их на DVD. Прикол. А далеко мне вообще ехать? Целых 6 км? Ну ничего. Но погодите, это не простая, Элис. Это спорт 190 с собственной персоной. Прокачанная и, говорит, облегченная. А что там нету? А, действительно, там нет даже пассажирского сидения. Блин, мне некогда тебя читать. Прости. Весь этот машин, машина-лышка. Чуть меньше 700. Офигеть. Восемь тысяч оборотов в минуту. Блин, но она прикольная. Я не помню, чтобы она у меня была. Так, а мне осталось... Блин, целых 4 км. Офигеть. Я не уложусь. Три звезды. Блин, неужели придется как-то сокращать? Хорошо, в 3 звезды я не уложился, значит, надо что-то придумывать. Так, ну а давайте теперь пораскинем мозгами, чтобы проехать этот отрезок за минуту и сорок. Мне не получится сделать такой крюк, поэтому, наверное, мне придется пересечь водохранилище и проехать здесь. Что ж, так и сделаю. Просто разворачиваемся назад. И едем наоборот. Наверное, так все и делали. Блин, меня за это не оштрафуют? Я как бы нарушаю правила игры? Погодите, а что там задумал Стик? Блин, они поняли. Прикол. Стик задумал объехать и поставить свой новый рекорд. Блин, а как мне лучше проехать? Напрямую? Да, наверное, напрямую поеду. Блин, проблема 144 километра удерживать. Да, Бай Стик. Слушай, это же гоночная машина, она даже ниже, чем обычная Элис. Ха-ха-ха. Прикольно, они заготовили несколько разных вариантов реплик. Для разных лонок. Класс. Это не самый удобный способ завернуть за угол, но точно самый интересный. Блин, они даже увидели, как я завернул за угол. Сократил поворот. Класс. Блин, я уже заблудился, куда ехать-то? Ёлки. Наверное, сюда. Я не знаю почему, но я поеду прямо. Блин. Держись, держись, держись. Нет, всё, я проиграл. Так, у меня есть идея получше. Я поеду по той же дороге, но проскочу через лес. Так, здесь я заезжаю так же, но попробую свернуть налево и проскочить через лес. Посмотрим, что из этого выйдет. Блин, для чего сложно-то держать скорость на этом автомобиле на бездорожье. Неплохо прокатился. Молодчина, Стиги. Эй, друг, ускоряйся. Есть. Так, после этого поворота еду прямо через лес. Давай-давай, Стиг. Я злой. Так, и сейчас попробовать как-то проскочить налево. Аккуратно. Вроде. Да, ни одного дерева не встретил, кроме, блин, этого. Чёрт. Но перематывать-то я могу. Отлично. Ай-яй-яй. Аккуратно. Возвращаемся на дорогу. И, мне кажется, я побил чей-нибудь рекорд. Впрочем, ему же сказали мчаться как можно быстрее. Ха-ха. Они раскусили меня. Нет, рекорд кончика я не попью, но три звезды я получаю. Правильно? И... Я не успеваю прочитать, что ты там болтаешь. Да, три звезды получено. Но теперь посмотрим, на каком я месте. Блин, меня вообще нету в списке друзей. Ха-ха-ха. Блин, это позор. Ладно, переходим к следующей главе. Вторая глава называется «140 не предел». Стик садится в Тубгир Тректор. Трактор с движком на 500 лошадиных сил. А Крис Харрис хочет вернуть свою машину. Блин, интересное испытание. Мне нужно набрать 200 км в час. Ну а первое место занимает «Спинни Лемминг 923» с результатом почти в 201,5 км в час. Что ж, попробуем посмотреть, получится ли разогнать этот трактор. Привет, Стик. О, BMW 1M. Классная машина, погоди-ка. Это же моя машина. Красотка. Так, не забыть отключить музыку. Не смешно, правда. Кто дал Стигу ключи? Ага, мне нельзя разрушать эту машину. Окей. И мне нужно просто доехать? 8 км? Серьезно? Ну хорошо, не буду вас томить. Наверное, я проеду эти 8 км спокойно. Я же ее недавно забрал с мойки. А теперь она будет пахнуть луком, который заменяет Стигу одеколон. В ней установлен электронный ограничитель скорости, но он настроен на 155 км в час. Так что это еще не предел. Нет, ладно, самую интересную болтовню я оставлю. Так как это BMW, в ней, разумеется, задний привод и распределение веса 50 на 50. Что еще нужно для дрипта? Серьезно? Она дриптует? Тебе не жалко ее? Сколько раз вам говорит, чтобы вы следили за Стигом? Неужели вы забыли, что случилось в Будапеште? Эй, это отсылка к Мстителям? Смотрите, как дымит. Только оставь немного бензина, Стиги. А то я до дома не доеду. Серьезно? Давай! Разгоняется до 60 миль за 4,8 секунды. Стиг, конечно, на этом не остановился. Ох, черт, аккурат. Нет-нет, я не переживаю, ни чуточки. Да ну, обалдаешь безумолком. Трехлитровая рядная шестерка, 335 лошадиных сил и что-то там про нагнетателя. Хе-хе, способность ехать боком, сколько вам заблагорассудится. Но он сам намекает на то, чтобы я побольше дрифтил. Хе-хе. Но это действительно одна из лучших БМВ. Рождена, чтобы на ней ездили. Чтобы я на ней ездил. Причем Стигу она даже идет. Упс, зачитался. Ну что, мы приближаемся к точке назначения? Уже почти как жаль. Мне это уже начало нравиться. Стиг, паркуйся, осторожнее с бордюром. Эй. А, мне нужно припарковаться прямо, елки. Эй. Извиняюсь, извиняюсь. Подождите. Блин, сколько вас много. Ну? Я же припарковался, серьезно. Ну, кто еще хочет? Нет? Если что, я предлагал. Хе-хе. О, господи, это трактор? Ну что ж, вернемся к сценарию, если никто не возражает. Представляю вам наш единственный и видите неповторимый трактор. Шеви V8, делает 500 литровым двигателем. И вот он оборудован 5,7 литровым двигателем от Шевроле. Мощностью 500 лошадиных сил. А вот и стик, фермерстик, может вспахать поле за 6 секунд. Офигеть, я на нем даже не катался еще. Блин, подожди, я не хочу тебя читать пока. Обалдеть, это же трактор, серьезно. Капец, какой он неуправляемый. Ну, прикольный. Нет, серьезно, он достаточно управляемый. Для своего размера. Капец, вот это махина. Так, а мне надо разогнаться до скорости 201 км в час, я помню. А, ну, в принципе, я уже разогнал его до 210. Блин, да чего он прикольнее, его можно тюнинговать? Как он красиво проходит повороты. Спокойный стик, это же 54-го, и что-то там я не успел прочитать. Шины для бездорожья, никакое оружие не нужно собирать настолько быстро. Эй, друг, не подсекай, ты серьезно? Вот козел. Еще один, блин, придурок. Так, скорость 196, 197. Аккуратно надо завалить на бок этот трактор. А вот и наша камера. Надеюсь, недостаточно пленки. Давай, друг, 200! Видели когда-нибудь... Такое когда-нибудь? Новый рекорд для трактора и новый уровень сельского хозяйства. Если вам нужно срочно унавозить поле, вы знаете, что вам надо. А теперь пора попробовать хоть что-то другое. Отлично, три звезды получено. Давайте посмотрим, какое место я занимаю. Серьезно? Блин, это опять позор из позоров. Я занимаю почти последнее место. Ну и фиг с ним, поехали дальше. Глава под номером 3 называется «Остин из Формулы Экстрим». Стик выясняет, что случится, если установить гоночный вид 12 в такси, а Крис Харрис меняет правила. Мне нужно уложиться в минуту и 14 секунд. Ну а первое место занимает... В очередной раз Пончик 554. С результатом в минуту и 6 секунд. Что ж, попробую мне оплощать хотя бы в этот раз. Я тут вызвал машину. Местная компания, служба такси, Иши. Отлично работает, довезли очень быстро. Что неудивительно, посмотрите, на чём они ездят. Прямо заявка на самое быстрое такси на моей памяти. В общем, я и подумал, а насколько оно быстрое. Блин, я даже не катался на этом такси ещё. Но думаю, пройти эту историю как-нибудь. Пришлось поговорить с Ишей. Блин, до чего она резвая. Так, а мне нужно всего лишь... Доехать до цели, правильно? Ускорение невероятное. Если тут платят за... Блин, я не успеваю прочитать и ещё и ехать. Итак, до цели у меня опять 8 километров, поэтому я постараюсь записывать только самые интересные фразы комментатора. Вот уж такси так такси. Никакого тарахтящего дизеля. Вместо него 12-цилиндровый... Движок на 750. Офигеть. Зато сиденье с массажными накидками тут как тут. На самом деле в этом тюнинге такси очень крутое. Но очень... Неуправляемое. Я за то, чтобы у всех такси были широкие кузовы и массивные колёсные ниши. Сами посудите. Устойчивость, скорость и прижимная сила. И перепуганным пассажирам хотя бы не тесно. Блин, я не успеваю. Читать его ещё и ехать. Ещё одно доказательство того, что дрифтовать можно на чём угодно. Главное мастерство. Хрен с ним с этой дорогой. Короче, я поехал напрямую. Шины без протекторов. Они хорошо держат дорогу, если они... Если это другой сухой дрэк-стрип. На пляже с ними будет интереснее. Так, попробуем выехать на дорогу. Немножко помяли автомобиль, но ничего страшного. Так, ну кажется, мы приближаемся к местному назначению. Интересно, что меня здесь ждёт. Извиняюсь, кому-то забор сломал. Стих, ты молодец. Думаю, мы готовы к следующей секции. Ну что ж, в давние времена лихачи любили кататься по... Таким пляжам ради скорости. Почти все первые рекорды были установлены на пляжах. Много места. Не во что врезаться. Что может быть лучше, да? И мне нужно... О, мне нужно проехать на этом такси. Только посмотрите, какие интересные остаются слепые от... 750 лошадиных сил. Впрочем, испытание кажется несложным. Просто разогнаться и как можно быстрее доехать... ...до конца пляжа. Вот только Стих, чего ещё не знает. Ээээ... Чего? Блин, неужели тут какой-то сюрприз? А, мне, наверное, надо развернуться и поехать обратно. Я понял. Офигеть, шестая передача, 300 км в час. Тормозим, 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 аккуратно. По правилам рекорд скорости засчитывается только если... ...проехать туда и обратно. А это значит, что нужно очень быстро развернуться на 180... ...тут пригодятся ручные тормоза. Как я вовремя догадался. Но мне кажется, рекорд я не побью. Хотя всё может быть. У меня есть целых 14 секунд на это. Блин, ну чей-то рекорд я, наверное, не побью. Отличный заезд Стих, маленькое такси. Большая скорость. Как-нибудь попросишь меня в аэропорт? А пока у меня родилась новая идея. Три звезды получено. Блин, надеюсь, там не позорное место. Но хотя бы в этот раз я получил третье место. Поехали дальше. Голова под номером 4 называется «Мерседес, которому не нужны дороги». Стих катается по горам, а Крис Харрис ищет барсуков. Мне нужно уложиться в целых 5 минут и 10 секунд. Ну а рекорд по времени 4,34, который поставил ЗАЗе 432. Кстати, занимающий среди всех игроков 2000-ю позицию. Что ж, давайте посмотрим, что это за испытание. Позвольте представить вам проект Е8. Внедорожник класса Е. Это модифицированный Мерседес, на котором редколлегия журнала Топ Гир гоняет медведей в лесу. Тут не так-то много медведей, больше барсуков. Зато бездорожья предостаточно. Нужно знать, в какую сторону ехать. Вот Стих как будто потерялся, говорит, у него боязнь карт. А внутренний компас показывает на юг. То есть мне нужно просто проехать напролом? Давайте посмотрим карту. Мне нужно проехать... Ага, в горы. Но пока я буду держаться прямой линией, так что поехали по дороге. Этот автомобиль оснащен... Не успел прочитать. Может разогнаться до 155 км в час. Окей, мне нужно уложиться 4 минуты, да, чтобы победить. Я не успеваю читать за ним. Но постараюсь читать самое интересное. Блин, до чего прикольная машинка. Крайне необычная. И с виду, и в управлении. Это вообще кроссовер? Или это внедорожник? Очень похож на кроссовер. Это машина с полным приводом и покрышками для... бездорожья. Идеально подходит для ралли. Но при этом можно и подрифтовать. Блин, он заметил, что я дрифтую. Зачем вообще нужны внедорожники, если можно забраться объедь и наслаждаться полным приводом и пневматической подвеской, которой ни почем кнопки, а кочки. Или древние курганы. Ха-ха, прикольно. Так. Теперь самое время сократить по бездорожью. Хорошо летит. Вот это настоящая пневматическая подвеска. Суровости универсалов, Mercedes можно позавидовать. А если вы хотите что-то качественнее, в багажнике лежит что? Блин, я не успел. Так, серьезно. Мне осталось всего 2 километра, и в принципе-то я во время укладываюсь. Значит, мне придется ехать куда-то еще? Наверное, снимать какой-нибудь ураган. Еще она может похвастаться 340 лошадиными силами. Блин, я не успел прочитать, и меня чуть не сбил поезд. Надеюсь, у меня получится забраться по этой горе. Так, здесь придется, наверное, все-таки объехать чуть-чуть. Давай-давай, тяни. Тяни, универсальчик. Красава. Так, написано к последней цели. Надеюсь, эта цель все-таки последняя. Ну? В общем, можно ехать наверх. Прямо к трону Артура. Начнем... Что? Куда? От самого подножия. В смысле? Офигеть, мне нужно ехать к следующей горе. Ха-ха. Капец. Давай, еще машину новую разбей. Серьезно, я не ожидал, что мне придется куда-то еще ехать. Так, извиняюсь. Мне кажется, я разбил вашу машину немного. Так, мне, наверное, проще выехать на какую-нибудь дорогу и по прямой проехать, чем скакать по горам. Наверное, так и сделаю. Проедем под мостом и заедем на дорогу. Так, держимся дороги и... ЕБА полна маленьких радостей. Блин, не успеваю прочитать. Уютное общее освещение. Даже есть кофемашинка, офигеть. Все, что нужно смельчаку, решившемуся пилотировать эту машину. Серьезно, это машинка редакции Топ Гир? Я ее не помню. Так, наверное, это вторая и последняя цель, которую нужно посетить, потому что по времени, в принципе, оно к тому и подходит. Осталось 4 километра, капец. Я не успею за 4 минуты, это точно. Но за 5 успею. Конечно, этот набор путешественника сильно увеличивает расход горючего. Хорошо, что на крыше есть место для пары канистр здесь топлива. Главное, по ошибке ее не выпить. Ха-ха-ха. Прикол. Итак, у меня остается около 40 секунд и... Примерно 1 километр. Угу. Итак, последний рывок. Надо просто добраться до трона. Артура, время пошло, не тормози, стиги. Да я не торможу, друг, я газую как могу. А мне нужно будет прыгать? Или мне можно просто заехать? Ладно, погнали. Последние секунды до финиша. Я не побил ни чей рекорд. Ну, я хотя бы уложился 5 минут и 10 секунд, надеюсь. Ну, поехали. Прямо к трону Артура. Понятия не имею, кто... Такой Артур и зачем ему такой большой трон? Но вид оттуда славный. Жалко, мы не можем остановиться и посмотреть. Три звезды получено. И давайте посмотрим на этот позор. Ну, конечно, меня, как обычно, даже и не видно. Ладно, поехали дальше. Пятая глава называется «Детство. Это состояние души». Стик протискивается в оригинальный скоростной прогулочный автомобиль. А Крис Харрис поёт дифферамбы с самой британской машины в истории, спроектированной уроженцем Греции. Мне нужно получить 220 тысяч очков. Ну, а первое место у нас занимает Spinny Lemming 923 с результатом почти в 360 тысяч очков. Представления не имею, что за очки мне нужно будет набирать, но давайте посмотрим. Ух ты, это же мини. Я уже говорил, что сегодня мы опробуем британскую классику. А что может быть более британским, чем машина, собранная в бире Мингеми и спроектированная, э, греком? Да неважно, прошу любить и жаловать. Оригинальный мини Купер С, легенда 60-х. Изначально его создавали для городов, но это довольно широкий, так что нам нужно место попроссорнее. И у меня есть идея, готов стик. Классно. Он выглядит просто изумительно. Мини хорошо сгруппирован, в нем помещается 4 человека. И я не успеваю это читать, поэтому просто поедем. Офигеть, до чего он летает. Хо-хо-хо. Класс, а почему его нету в обычной оригинальной игре? Я хочу на нём погонять. Капец, он летит. Аккуратно, друг. Не вылетай с трассы. Так, а можно мне пролететь напрямую? Я не хочу ехать по трассе. Я знаю, что у меня уйдёт куча времени на объезд. Купер С был звездой на знаменитом ране Монте-Керло. Никто с ним даже рядом не стоял. Блин, он реально крут. Я хочу себе его. Капец, я просто как бешеный лечу прям по этим горам. Купер С создавал парень по имени Джон Купер. Своей-яй аккуратно. Он также, говорит, строил машину для Формулы-1, так чтобы ночного духа ей не занимать. Блин, друг, я... Я чувствую это. Каждой кочкой. И одним Монте-Керло всё не ограничилось. Блин, я не успеваю, друг, объезжать деревья и болтать с тобой. Ну, вкратце он сказал, что мини побеждает везде, где только появляется. Аккуратно. Деревья, деревья. Есть, объехал. Ну, 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 почти же заехал. Капец. Вот так-то. Я же говорил, что он просторный. У нас есть всё, что нам нужно. Аэродром, быстрая, малолитражка и стик. Должно быть круто. Что это, продолжение этой же главы? Окей. И что от меня требуется? А, мне нужно набрать нужное количество очков за технику. Я понял. Естественно, я уже облажался. Блин, а... Ну, что на ней можно делать? Только разрушать и прыгать? Серьёзно, она даже не дрифтит. Мири проданы почти 5 миллионов мини, но только один из них умеет летать. Серьёзно, мне только прыгать туда-сюда и всё. Блин, он... Он постоянно сносит счётчик очков. Как мне набить их? Ну, окей, будем пробовать. Ага, всё-таки дрифтовать у меня получается. Блин, попробовать бочку или не рисковать, просто прыгнуть? Нет, наверное, я просто прыгнул. Этот крошечный мини сильнее, чем кажется. Эй, не сбрасывай счётчик. Есть, разворот. Отлично. Давай-ка прыгнем обратно. Аккуратно, чтобы не врезаться ни во что. Давай-давай, не сбрасывай. Отлично. Так, в принципе, у меня есть... Сколько? 200? 20? Нет, у меня есть всего лишь 20 тысяч очков. Отличная конструкция. Блин, мне это сейчас не так интересно, как удержать счётчик очков. Блин, а куда я здесь его сброшу, мне кажется? Аккуратно. Попробуем запрыгнуть сюда и оттуда просто спрыгнуть. Блин, сбросил. Сбросил. Чёрт, ну хотя бы не разбился. Так, мне нужно ещё 200 тысяч. Нет, мне нужно ещё 100 тысяч. Давай, дружок. Держи, держи, держи. Копи, копи, копи. Видите ли, мини делали не только для поездок по городу, он настоящий кончик, который... Который целый... Блин, я не успеваю с тобой, я не буду тебя читать, отстань. Было бы интересно слушать тебя, но... Я не успеваю тебя читать. Если кто знает, как здесь набрать побольше очков, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я, кажется, сделал всё, что мог. А мне осталось всего 10 секунд. Блин, всего одна секунда и... Скажите Стигу, что мы закончили. Время осматривать достопримечательности. Ну же. Я набрал. Блин, всего две звезды. Придётся повторить. Он также был поп-по-ракер и won the British Saloon Car Championship а whopping пять раз. Нет, не понимая, что они все равно были в одну пицу. Фу, скажите Стигу, что мы... Это я уже читал. Блин, до чего это было сложно? Итак, три звезды получено. Интересно, на каком я уже месте? Что ж, в этот раз я набрал хотя бы четвёртое место. Блин, до чего это было сложное испытание. Что ж, поехали дальше. Глава под номером 6 называется «Полдень в Эдинбурге». Стиг пытается перегнать колокола, а Крис Харрис бегает от парковочных инспекторов. Мне нужно уложиться в 3 минуты и 25 секунд. А первое место у нас занимает... Владос, 3-6-7. С результатом в 3 минуты и 10 секунд. Давайте посмотрим, что нас ждёт. Ух ты. Встречай нас, Эдинбург. Мы пришли к тебе с этим Porsche JD2RS, что провести самую ядрёную экскурсию. Или ядерную. Ну что, сможем мы въехать в все колокольни Эдинбурга, пока колокола звонят? Ну, давай попробуем. Блин, до чего мне нравится этот Porsche? Хотя тройка мне нравится больше. Так, а тут несколько колокольн разве? Вот эта машина так машина, а я не успею всё прочитать. Блин, ребята, ребята, вы что творите? Нет на вас гаишников. Хотел их назвать по-другому, но... А где здесь колокольня? Капец, сколько у вас тут... Эй, трафик, разъедься! Не видишь, стик едет. Так, окей, а где следующая колокольня? Я даже и не знал, что тут есть колокольни. Это вот это вот большое здание, которое впереди меня? Но это больше на церковь похоже. Ну, наверное, это колокольня. Окей. Так, а где следующая? Серьёзно? А сколько их всего? Так, окей. Мне кажется, я уже поблизости. Осталась пара жёстких поворотов. И... Съезд вниз. Так, а где здесь колокольня? Ага, услышал. Справа. Так. Так. Следующая цель. Ещё один километр. Капец. А, блин, а нафига? Почему я туда должен сворачивать? Я хочу здесь проехать. Я не могу здесь проехать. Это последняя? Или будет ещё? Блин, завалил машину сильно. Да, будет ещё. Окей, поехали. Наверное, самая главная большая колокольня. Скорость ограничена 211 милля. Я не успеваю следить за дорогой и за текстом. Поэтому буду просто ехать. Так, осторожно. Трамвай. Блин. Ты вовремя затормозил фургон. Ай, ай, ай. Аккуратно. Блин, до чего? Много трафика добавили в игру. Его здесь никогда столько не было. И мне кажется, это не последняя колокольня. Да? Совершенно верно. Поехали к следующей. Блин, опять у вас собралось целая куча. А у меня осталось всего полминуты. И наверняка ещё одна колокольня. И так настала часть истины. Кстати, стик, что-то там я не успел. И полиция говорит, не попадайся. Здесь нет полиции, успокойся. Ага. Походу, последняя колокольня находится... ...рядом с моим домом. Отличная работа. Дави на эти ультра... ...углеродные тормоза. Окей, я притормозил. Я успел? Я не успел. Просто посмотреть, успел ли я... ...прибыть за 3 минуты 23 секунды. Да, 3 звезды получено. Ну и теперь посмотрим на моё позорное место. Среди всех игроков целых 204 тысячное место. Я думаю, это неплохо. Поехали дальше. Последняя глава под номером 7 называется... ...да, ещё кое-что. Стик становится дальнобойщиком, а Крис Харрис демонстрирует любимца фанатов. Мне нужно уложиться в 2 минуты и 15 секунд. Ну а первое место у нас занимает Гэнди. С очень небольшим отрывом от Шерлока. Блин, ребята, ну хотя бы здесь я должен побить чей-то рекорд. Ого. Как я и говорил, лучше мы припасли на десерт. Вот и оно. Нет, я не про грузовик, а про то, что ждёт в нём, накрытое... ...презентом, но сперва доберёмся до места. Как хорошо, что у нас есть свой эксперт по транспортировке. Укоротитель грузовиков, да это дальнобойщик Стик. Да, это дальнобойщик Стик. Капец, ещё я не управлял грузовиком в этой игре. Настолько огромным. Класс. Офигенно. Я даже знаю, что там под ним. Блин, капец, а когда его в игру введут, он досмотрится достаточно круто. Блин, ехать целых 3 километра. И даётся у меня 4 минуты на это. Ну, что вы уже догадались, привод на все колёса, но не на 4 колеса. Пикап, но познакомиться с девушками не... поможет. Интересно, что же, что же там? Действительно. Кто снимал обзор на новое обновление? Хе-хе. Блин, и мне не дают камеру сделать из салона. Ну и ладно. Это я буду делать в Евротрак Симулятор 2. Блин. Ха-ха-ха. До чего сложно на нём заходить в повороты. Ещё сложно разбивать бордюры, блин, он на это вообще не способен. Давай, друг, разгоняйся и... Блин. Я почти застрял. Надеюсь, я успею вовремя. 5 тонн и грузовик тащит на себя ещё 4 тонны. Что может быть хуже, чем тащиться за старым неуклюжим... Погодите-ка, он ускоряется. В гору. Вот что значит 900 пунктов крутящего момента. Ну и талантливый водитель. Серьёзно, я ускоряюсь в гору. Офигеть, он кругом тонирован. Даже стига не видно. Наверное, когда-нибудь разработчики ведут испытания на этом грузовике. И мы его никогда не выполним. Почти на месте. Паркуйся и можем снимать брезент. Здесь, в отличие от предыдущих историй и проектов, нужно парковаться на месте. Хотя, не знаю, я проходил не так уж и много. Отличная работа, дальнобойщик стиг. Знаешь? Тебе даже идёт. Хотя, думаю, ты больше по пикапам. И у нас для тебя кое-что есть. Конечно же, это шестиколёсный Гилентваген. Позвольте представить вам Мерседес АМГ 6.6. Это всем внедорожникам внедорожник. Четыре тонны. Шесть колёс. Полный привод. Почти Гилентваген, но с... Кузовом пикапа. Офигеть. Сколько здесь машин сварили в одну. Ха-ха. Окей. Отключаем радио и... Блин, я не успеваю тебя прочитать. Мне нужно гнать к основной цели. А где она? Она справа. Ого, какой он неуправляемый. Или мне пока кажется, но... Блин, до чего он прикольней. Скорее звоните в диспетчерскую. Я уверен, эту штуку нельзя пилотировать без лицензии. Блин, офигеть. Вот это танк. Это просто танк, реально. Класс. Подожди, я проехал цель. Блин. Настолько закайфовался за рулём этой тачки, что... Просто проехал свою цель. И, походу, я проиграл все рекорды. Ну и вы нафиг. Мне просто нравится кататься на этом гелике. Так, следующая цель. Блин, он очень тяжело поворачивает. Интересно, к какому чемпионату он относится? Больше колёс под приводом лучше сцепления. С 6,6 горы кажутся автобанами. Есть ли что-нибудь, что ему не под силу? Офигеть. На нём можно остановиться под горку? Да ну нафиг, у меня время. Блин, он, конечно, тяжеловатый. Но, блин, настолько прикольный. Мне он нравится. Ай, привет, гора. Конечно же. Итак, последняя цель? Или нет? Или да? Нет, это не последняя цель. И я, походу, не уложился в три звезды, потому что много катался там. Ну ничего, начну эту гонку ещё раз. Итак, в этот раз я буду более сконцентрированным. И буду проходить гонку, а не просто кататься без дела. Первое место. Вторая цель была. Тоже очень близко. Итак, третья на спуске с горы. Аккуратно. Ой-ой-ой. Наверное, зря я прыгнул. Четвёртая цель. До пятой я, пожалуй, проеду напрямую. Вот и пятая цель. Наверное, последняя? Или нет? Слишком уж быстро я прошёл их все. 6,6 довольно суров. В конце концов, его делали для австралийской армии. Серьёзно? Это почти танк, только сиденье с подогревом. Но он не похож на милитари. Ой, как я аккуратно пролетел мимо них. Так, ещё, наверное, будет. Эта штука может пересечь водоём. Другим машинам для этого понадобится акваланг. Смешно даже. Блин, вот напрямую он показывает себя во всей красе. Серьёзно, он очень управляемый. Так, серьёзно? Это конец? Отличная работа, Стик. Завтра можешь отдохнуть. Уж я-то знаю, чем Стик занимается в свободное время. Экспериментальные танцы? Козья йога? Ныряние в болото? Неважно, с вами был, есть и будет Крис Харрис. Спасибо, что посмотрели специальный выпуск в Топ Гир. Посвящённый Хорайзен. Теперь пора выяснить, что это... Что за штука этот Хорзофон Лайф? Прикол. Ну что, ребята, какое место я занимаю? Эх, в этот раз я не побил ни одного рекорда, ни в одной главе. Но вы можете добавить меня в друзья, чтобы у меня возникло ещё больше сложностей в следующей серии. Ник я оставлю в закреплённом комментарии. Ну а сейчас давайте посмотрим, что будет после прохождения. И какие призы я получаю. Ну и, собственно, продолжения не было. Зато в награду мы получаем целых три автомобиля. Это тот кроссовер Мерседес, на котором мы катались. Тот самый Мега Трактор. Ну и, собственно, шестиколёсный Гелендваген. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующую историю или проект. А также добавляй меня в друзья, чтобы увидеть себя в рейтинге игроков. Всем пока и увидимся в следующей истории.